Устойчивое развитие, качество жизни, пространственное развитие города. В Самаре проходят стратегические сессии по актуализации и корректировке стратегии комплексного развития Самары до 2025 года. Они учитывают внешние факторы, изменившиеся законодательства. Сейчас идёт проектный этап. Осенью участники сессий должны подготовить документ, с которым выйдут на стратегический совет, после чего представят обновлённую стратегию развития города в Городскую Думу. Площадкой для встреч служит Самарский исследовательский университет. Сегодня у нас очередная сессия, уже четвёртая, получается, в этом году. И она будет, соответственно, направлена на работу местного самоуправления и гражданского общества. Понятно, что без взаимодействия одного с другим построить, сформировать стратегию крупной такой вот единицы, как городской округ Самары, просто невозможно. Потому что учёные, эксперты могут написать какую-то идеальную стратегию, но потом жители просто её и администрация города просто не будет реализовываться. Это будет, по сути, мертворождённый такой документ. Он просто лежит на полку. Наша же задача создать такую стратегию, принять такой документ, который, наоборот, будет жить, и все жители будут стремиться, будут хотеть то, что написано в этом документе. В рамках стратегических сессий был разработан сайт «Самары-2025», на платформе которого проводилось анкетирование жителей. Система обратной связи очень важна. Правильно выстроенный диалог позволяет городским властям понять, чего хотят жители, услышать конкретные пожелания и предложения. Сегодняшняя сессия была посвящена работе органов местного самоуправления, которая должна быть направлена на постоянный диалог с жителями. Мы готовы встречаться, обсуждать проблемные вопросы, в прямом открытом диалоге. Мы готовы идти на компромисс, доходчиво объяснять нашим с вами жителям, почему принимается то или иное решение. И оперативно выявлять самые болевые точки, мониторить социально-экономическую ситуацию, информировать о событиях в городе, деятельности городской администрации. И, конечно, нам крайне важно получать обратную связь и оценку нашей с вами деятельности. Сейчас отслеживать настроение жителей позволяют Центр управления регионом, Муниципальный центр управления, Инцидент-менеджмент и платформа Госуслуги «Решаем вместе». Действительно, сессия, в которой мы сегодня участвуем, для нас она очень важна. Это возможность пересмотреть те цели и задачи, которые были в предыдущей стратегии в связи с тем, что поменялась во многом нормативная база. В нашу жизнь пришли новые инструменты взаимодействия с населением. Поэтому это возможность еще раз проанализировать то, чем мы занимаемся, и вывести наш диалог с населением на новый уровень. В настоящее время существует два вида обратной связи с населением. Первый – это платформа обратной связи, то есть приложение Госуслуги «Решаем вместе», которое можно скачать в своем мобильном телефоне. И любую проблему обозначить, органы власти быстро среагируют. Следующая часть обратной связи, большой блок обратной связи – это система Инцидент-менеджмент. То, что, грубо говоря, цепляется из соцсетей, из ВКонтакте и других соцсетей, Телеграм в том числе сейчас подключился активно. Любые комментарии, которые попадают под посты органов власти, муниципалитетов, первых лиц, они берутся в работу, и по ним в кратчайшие сроки должны тоже дать ответы. Развитие местного самоуправления – это устойчивый вектор развития города. Укрепление в жителях степени осознания себя как гражданина своей страны – это вопрос влияния на настоящее будущее своего дома, района и города, готовности лично содействовать его процветанию. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События.